Беларусь-1 Лидия Ярмошина. Перед початком мероприемства она отказала на питание журналистов. На Гомельщине отзначила керавник Центра выбор КАМА под рыхтовка до выборов и де планомерно, без серьезных нараканий и порушений законодавства. Всю необходимую информацию можно найти на тематичных сторонках сайтов выканавших и распорядших органов. Таким чином реализуется головный принцип – забеспечение прозристости и голосности. Со следующей недели в Центральной комиссии планируют принять очень важное постановление, которое будет касаться периода предвыборной агитации и пропаганды. У меня нет претензий, по крайней мере, все проходит осторожно. Нет явной агитации за кого-либо из кандидатов потенциальных, то есть нет перегибов. Зараз выборчая комиссия проверяют и корректируют списы выборщиков на территориях округов. Списки избирателей корректируют избирательные комиссии, которые образуются на территории каждого участка для голосования. А вообще подают списки избирателей местные исполнительные и представительные органы. При этом используются, как правило, списки избирателей, которые применялись при прежней избирательной кампании. Сверяясь с военкоматами, с ЗАГСами, обходя по квартир на дома и так далее, мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена максимально качественно. Сегодня с визитом у Гомеля находился наместник министра информации Республики Беларусь Владимир Матусевич. И он принял делу посяджений в Иконкам администрации Советского района и наведал редакции газет «Советский район» и «Гомельские ведомости». Вероника Ворошилина с подребязностями. Наведование периодичных выданий областного центра наместника министра информации Республики Беларусь Владимиром Матусевичем началось с газеты «Советский район». Сегодня она користается великой популярностью, бо постоянно развивается и удосконаливается. Сбор информации, размова с насельством, пошук цикавых тем. Усюг это необходимо для того, каобразно тыдень, выдавать новый, свежий и оригинальный номер. Журналистам газеты доводится працовать над самыми розными материалами. Приоритет близким до читача темам. До прикладу рубрика «Допоможите разобраться» светляет звороты громадян. Кожный тыдень редакция оформляет отриманные звороты и накеровывает их на разгляд у мясцовые органы Улады. Еженедельно такой перечень вопросов передается, да, на имя главы, свод, всех обращений в течение недели, которые были. И все это находят в рубрике «Вопросы-ответы». За год мы публикуем в этой рубрике более 50-40 вопросов. Не обмянув увагой у Владимир Матусевич и одно из самых молодых, али вельми запотребованных и перспективных выданий областного центра – газету «Гомельские ведомости». Ее креативный и творчий коллектив так само добра ведая, чем удивить и притягнуть с ужасного читача. «Гомельские ведомости» – это не просто друкованное выдание. Хучая интерактивная пляцовка для реализации смелых новаторских идей. Супрацовники редакции проводят выставы, конкурсы и разные иншие мероприемства, накерованные напрямую контакт со своей читатской аудиторией. «Одна из последних – оружие победы, которое мы представляли на улице Ланге в День независимости. Сначала этот проект был реализован на страницах газеты, а затем эти же фотоснимки смогли увидеть тысячи горожан. Вместе с редакцией «Советский район» и «Вечерний Гомель» проводили акцию «Гомель-это ты», когда на банере 20 метров были размещены порядка 3000 фотографий гомельчан, случайно попавших когда-то в кадр. И каждый мог найти себя и получить за этот приз». Почас наведывания периодичных выданий областного центра, Владимир Матусевич отзначил, районные и городские газеты заусёду трымают руку на пульсе самых актуальных падзей, что отбываются на территории, якую яны охопливают. Журналисты, в свою очередь, глубоко усибакова, неабыякова и засобливой затекавленностью имкнутся осветлять материалы про людей, которые проживают по бажзайме. Социальное пытание показывает, что мясцовым сродкам массовой информации насельство всё не доверает и мая у их потребу. Про это свечат и досыть высокие таражи городских и районных выданий. До приклада газета «Гомельские ведомости» выходит таражом больше за 20 тысяч экземпляров. Советский район – Амаль 9 тысяч. Это значит, что есть читатели, это значит, что есть аудитория, это значит, что есть и качественные, интересные материалы, есть и неравнодушные журналисты, которые своей работой привлекают читателя, которые работают интересно, творчески, современно и, безусловно, сегодня у прессы есть будущее. Другое дело, что, наверное, печатная пресса, в том числе региональная пресса, она должна сосредоточиться не только на новостных материалах, но и на аналитических, глубоких, интересных, авторских, журналистских, качественных материалах, которые, может быть, не только один раз можно перечитать, но и вернуться к ним. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Аграры в области протягивают активную працу на палетках региона. На двор его опошние дни сприяя нарушиванию темпов уборочных работ. На даденый момент хлеборобы убрали Амаль 60% от запланованных площадь. Ближе из-за всех до завершения работ в раннейшем Урагачевском районе. Тут засталося убрать крыху больш за чвертя догульной колькости палетков, засеянных зерневыми культурами. Далее идут господарки Речицкого, Кармянского и Жлобинского районов. Треба отзначить, что с початка уборочной повеличилась средняя ураджайность сборжевых. Заразе на складе больше, как 26 центнеров с гектара. Агульный намолод господарок в области досягнул поумиллионного рубежа. Лидеры по даденому показчику – аграры Рогачевского и Речицкого районов. 52 и 50 тысяч тонн отповедно. Завтра, 1-го жнивня, на Гомельщине протягнется практика промога диалогу с жихарами в области. У суботу пройдут черговые телефонные линии. У нашем регионе на пытание грамадян будет отказывать старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Нумер телефона промой линии – 75 12 37. Звонки приимают с 9 до 12 годин. У Гомельским городским выканавчим комитете 1-го жнивня промой линию проведе наместник старшини Оксана Константиновна Рудзянок. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 54. Приимать звороты грамадян, які, звычайно, будуть так само у районных администрациях и райвыконкамах. Ветливость и гостинность – одна из характерных рысов жихаров по лесу. До того же регион славится своей богатой гисторией, уникальными помниками культуры и пригожостью природы. У любой час года тут есть чем сдевить як белорусских туристов, так и замежных гостей. Дмитрий Котов упевнился у гэтым особистам. Сегодня в Лельшеском районе сконцентровано 8 агросядибов, готовых пропоновать своим гостям пиралик самых разностайных послуг. Одноведывание гисторичных помников и культурных славутостей до активного отпочинку. До приклада у агросядиби у вёсцы Свидное, вось уже год, поспехово реализуется уникальный проект по водным туризме. Знаемство гостей с пригожостью природы Лельшеского района тут отжитявляется в процессе незвычайных рачных экскурсий. Для гэтого владальники агросядибы закупили туристичные байдарки. Подобные водные маршруты пришлися до сподобы туристам, покольки дозволяют зазернуть у месцы, недоступные для звычайного огляду. Это очень интересная природа. У нас река Уборти, это как есть такая лельческая амазонка, амазонка по лесу, у нас дубы, у нас очень красивые, есть крутые берега, есть пологи. Очень интересная природа, которую можно посмотреть только на байдарках, по-другому никак. Все, которые были туристами, все, которые уже сплавлялись, все очень довольны, еще приезжают и еще даются номера, то есть показывают фотографии своим друзьям, родственникам. Представникам туристичного бизнеса для просовывания своих идей необходный особливый погляд на речи, богатый житевый опыт и, вядома, творчий потенциал. Агросядибы жаралец и лельческого района – один из наибольших показальных прикладов такого продуктивного, агалонная выникового симбиоза. Сегодня этот сущастный туристичный комплекс, сдольный принять 1 часа до 80 туристов. Гостям пропонуют утульные домики, комфортабельные номеры и великую банкетную залу для проведения урочистостей. Тут створены усе умовы для полновартосного усебакового отпочинку наведовальников. Сегодня люди могут спокойно приехать, переночевать. У нас богатая история в районе. Есть что показать. Начиная старая дуба, карьера глушкой, красивая природа. Есть у нас рыбалка на сегодняшний день, выполнена программа по зазараблению. Сегодня есть особи до 5-6 килограммов. То есть эта тема закрывается. Ну, понятно, что есть сегодня там и детская площадка, и качели, и батуты. Неплохой пляжик в целом. Сегодня хорошо воспринимает народ, использует бани. Но это то, что сегодня для того туризма внешнего, который приезжает. Лельческий район притягивает в первую чергу дивными природными краевидами. И, что немаловажно, тут живут простые и ширые люди. А тому сюда хочется вертаться снова и снова, чтобы отпочить от городской метусни, отримать осолоду от пригожости казочной природы. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельческий район. Водор Каханне. Выстава под такой назвой проходит у Палаца Румянцевых и Паскевича. Аутер – Минская мостачка Зоя Луцевич. Идея проекта – улучшить визуальный свет и нюхальный у одним творы мастацтва. Кожное полотно с кветковой серой Зои Луцевич – это эксклюзивные духи, которые иснуют одночасово, и как живописный твор, и как самая соправдная парфюмерия. Один из левших парфюмеров свету – Олег Выглаза, ударит шеперо в особе у творы мастачки у духи. Нюх – далека негаловное почуте для человека. Но если говорить о просвет эмоций, почуте, переживании, тут пахи выходят на первый план. Человечное почуте и эмоции записаны в подсвядомости при допомозе водоров. Спектр колеров и спектр водоров складаются по одних и тех же законах. И эти законы, как никто иначе, разумеет и отшувает аутер неординарных мастацких проектов – Зоя Луцевич. На выставе представлено больше, как 40 творов разных жанров и накерунков, каждый из которых раскрывается перед глядачом, ответный его внутреннему свету. У Гомеля прошел четвертый международный хоккейный турнир сярод молодежных команд памяти былого директора предприемства «Гомель Транснафта Дружба» и старшини Совета хоккейного клуба «Гомель» Алексея Костюченки. На протягу трех гульнявых дженн четыры дружины у напруженной боротьбе выявляли мацнейших. Боротьбу за трофеи вяли дубли Гомеля и Жлобинского «Металлурга», так само Минская юность и Московский «Спартак». До речи, москвичи – минулогодние переможцы турниру. После двух гульнявых дженн у лидерах были «Спартак» и «Юность», які имели шансы на завоевание трофея. Гомель шел на третьем месте, замыкали таблицу «Жлобинчане». В заключенный день москвичи у серой булитов перемогли «Металлург» 4-3. Минчанам, как перемогчил турниры, треба было брать очки у гульниц Гомеля. Матч отрымаусся напруженным. У першим перейде «Перовага» была на боку юности, однако в особице ее закинутые шайбы не отрымалася. У другим перейде «Минчанам» все ж таки закинули. Гомель отказал на гэта. Спочатку господары адыгралися, а потом вышли на перат 2-1. У третьим перейде соперники двойче обменялись закинутыми шайбами. Перамогу матча, а разом зе и другое место на турниры отрымали хоккеисты Гомеля. Первый период у нас многое не получалось, но мы в раздевалке посидели, поговорили с ребятами, тренера небольшую установочку дали. И в принципе начали все выполнять, все начало получаться. Вот результат. Перамогу у турниры памяти Алексея Костюченки другий год за пар отрымала молодежная команда московского «Спартака». Юность засталась и на третьем месте. Замкнули таблицу резервисты Жлобинского «Металурга». Любой турнир он всегда кратковременный, опять же, он дает очень много пищи для размышлений, опять же, каждая команда ставит свои задачи, цели. Практически, что мы ставили, все посмотреть, разобраться в ребятах, кто на что способен. Нам эта задача удалась. Очень хороший турнир по подбору команд. Все игры посмотрели, прошли напряженной борьбе. Хоккей вернется на арену Гомельского лядового палаца 10-го жнивня. У рамках розыгрыша Кубка Руслана Салей хоккейный клуб «Гомель» будет примать Витебск. Максим Савин, Дмитрий Радзянко, телерадо, компания «Гомель». И на этом сегодняшний выпуск завершен. Завтра мы у эфиры на телеканале «Беларусь-1» у 15.10. До встречи!